Дети уже сидят за школьными партами, но лагерь отдыха «Албасадорф» еще работает. В течение пяти дней 85 ветеранов труда Тараклийского района смогли отдохнуть среди леса на свежем воздухе совершенно бесплатно. При поддержке экономических агентов района инициатива организовать отдых для пожилых людей была воплощена в жизнь. Мы взяли с каждого населенного пункта пропорционально количеству живущих ветеранов, отобрали людей, желающих, без отбора, желающих, которые смогли приехать на отдых. Ну и тут надо сказать большое спасибо спонсорам, потому что мы это мероприятие провели практически без затрат финансовых районного совета. Если тысяч 8-10 может будет, остальное значит хлебобулочные изделия, спасибо Петру Ивановичу Кайряк, который отнес с пониманием, все это время они привозили своим транспортом булочки, хлеб. Более 70 килограмм рыбы дал Степан Васильевич Молдавану, директор рыбхоза. Руководитель Будея Григорий Тимфеевич Швиченко помог брынзой, мясом баранины, директор птицфабрики яйцо и курятина. Одним словом, спасибо всем тем, которые отозвались, которые помогли. И я думаю, что это должно стать традицией. Будем живы-здоровы на будущий год. Мы обязательно это сделаем, и может на пару дней даже больше, и сделаем это в двух лагерях. Сегодня, в последний день отдыха для ветеранов, была организована праздничная программа. Хотя, по словам отдыхающих, подобные концерты им устраивали постоянно. Ветераны из разных сел Тараклийского района были единодушны в своих мнениях. Они не только смогли отдохнуть от повседневных дел, которыми продолжают заниматься на протяжении нескольких десятков лет, и по сей день они смогли получить самое дорогое – внимание. А за 30 дней как-то на пенсию, и день, несколько дней где-то обратили на пенсионерку. До нескольких дней никого не обратили на пенсионерку. Здесь в больнице показывают, поглядите в карточки, в паспорт. Здесь где-то никого не признают. Такой лагерь. А с ним была ни в моей жизни. Здесь очень что-то, очень направлено, очень… Не модовый передам, как раста. И ортодкивий сообщительный, не соняквий вредный. И очень опытный ор. Я никуда не ехала никогда, ни в лагерь, ни в доме отдыха, ни в санаторий, даже не знаю, где открываются двери. Лагерь очень прекрасный. Мы благодарим, нас очень хорошо кормят, условия хорошие. Ну, как вам сказать, благодарим этих спонсоров, которые они сделали вот это дело доброе нам, уделили внимание. Мы отделились от своих забот домашних, которые мы должны всю жизнь как работали и так работать. А мы приехали сюда, отдохнули, почувствовали, что это отдых. Отдохнули, чтобы еще неделя была, мы не отказались бы. Мы должны были сегодня уехать вообще, мы должны были сегодня уехать, но мы попросились завтра, чтобы уехать, чтобы мы побыли еще один день все вместе. Да, чтобы быть еще вместе. Концерты каждый день здесь нам ставят. Молодцы. Такие выступления вообще. А, еще мы забыли сказать, что мы здесь провели. А ну-ка бабушки сегодня. Вчера у нас было поле чудес. А позавчера было, давай поженимся. Кстати, я была Ларисой Гузеевой. Я была Розочкой. А в данном случае эти площади, они после пионерских отдыха пионеров, наших детей, позволяют использовать их еще в теплое время года. Спасибо. Мы, мы, это просто неотразимо. Благодарны. Хороший воздух. Очень целебные. От всех деревьев такая вот идет благодать как бы. И такие вот все настроения у людей. Я прямо удивлялась. Все активно участвовали. Пока вроде бы нет, потом снова все включались, подключались, поддерживали. Там Анды, где что надо. Очень довольны нашими людьми. Мы бы хотели здесь санаторий, чтобы был зимний период, чтобы люди отдыхали. Это зимний период, мы свободны более-менее. И чтобы в тепле и в этом красивом месте очень-очень будет благодать. Санаторий пусть даже будет немножко бесплатный, немножко платный, как-то так. В последний день смены к отдыхающим приехали те, благодаря кому этот отдых стал возможен. Экономические агенты и руководство района были награждены символическими сувенирами. Но самое главное и искренний подарок для них – общее душевное спасибо от ветеранов труда. Спасибо! Спасибо!